Бобруйский горы исполком, конференц-зал. Встречу с представителями средств массовой информации проводит начальник управления по образованию. Коронавирус. Тема, которая не сходит с больших экранов уже больше года. И как бы парадоксально не звучало, в этой ситуации учителям пришлось учиться. Интерьер каждого кабинета пополнили антисептики, а первое занятие теперь для всех начинается с утреннего фильтра. В учреждениях введен обязательный масочный режим. Во всех учреждениях образования был обеспечен запас и сегодня обеспечен запас средств. Проводятся дезинфекционные мероприятия. Имеются и соблюдаются и контролируются графики проветривания помещений, графики влажных уборок. Ну и естественно, в части проведения мероприятий в настоящий момент и во вторую, и в первую волну коронавирусной инфекции мероприятия все-таки были ограничены массовые. Это естественно. В основном мероприятия проводились в рамках одного класса, одного учебного кабинета. В целом все учреждения образования сработали на оценку «хорошо». Подтверждают это и цифры. Если в первую волну занятия посещали 35-50% учеников, то уже в текущем учебном году показатель не опускается ниже 85%. Нужно понимать, это с учетом ребят, которые ездят на соревнования, различные конкурсы, олимпиады, отдыхают в санаториях. Отсутствуют по уважительным причинам. К слову, в 2020-м на заключительном этапе Республиканской олимпиады по учебным предметам 9 учащихся города завоевали 4 диплома. Стипендиатами специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов стали 8 человек. Из-за коронавируса многие столкнулись с понятием «дистанционное обучение», которое в частности закреплено в проекте новой редакции Кодекса об образовании. По словам специалистов, он будет отвечать всем современным требованиям. Планируется создание комиссии по разрешению конфликтных ситуаций в учреждении образования. То есть будет создана конкретная комиссия, которая будет разрешать споры, которые складываются в учреждении образования между обучающимися, между родителями и педагогами. Предоставлено право учредителям, учреждениям образования, коими являются исполнительные комитеты, предоставлено будет право определять возможность обучения ребенка, недостигшего возраста 6 лет, в учреждении образования. Большое внимание в новой редакции планируют уделить и кадровой политике. В планах расширить целевую подготовку. Это станет большим плюсом для малых населенных пунктов и исключит проблему кадров. Так, в прошлом году для работы в сфере образования в Бобруйск приехали 105 молодых специалистов. И здесь во главу угла становятся условия работы. Развитие инфраструктуры ведется непрерывно. В 2020-м в седьмом микрорайоне открылся новый детский сад. Неподалеку строят еще один с бассейном. Огромное внимание к возведению новой школы в северной части города. На сегодняшний момент возводится конструкция второго этажа. Проводится работа в плавательном бассейне. Работа идет достаточно активными темпами. Предлагаю максимум усилий, чтобы сделать ее качественно и быстро. В центре системы образования был, есть и будет человек. Профессия учитель – одна из самых благородных и важных миссий. Формирование личности ребенка. Слова педагогов несут знания и ценный жизненный опыт для миллионов судеб, из которых и складывается будущее всей страны. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. На этом все находитесь на месте.